Добрый вечер, РФТОВ. Сегодня 22 мая 2024 года. Вы послушаете выпуск новостей на относительно легком иврите. Это будет язык пятого уровня сложности по стандартам нашего канала. Я сначала прочитаю текст новостей, а потом его переведу. Париз. БАРУЦ החדשות אמרו שסוכן המוסד «Эликоптер» эрак את נשיא איראן «Ибраїм Рейси». Эмстердам. АПАРЛЕМЕНТ ЭХЛИТ ШЕХААМИРА ПАЛЕСТИНМ МАНААР ЛАЯМ ИКРИАЛЛИМУТЬ. ДИМОНА. ПОКАВУ СИГГИНЕС ХАДАШ. 56 ПЕНДАЛИМ БЕМЕСХАК ПЛЕЙОФ БАИН АКБУЦОТ ДИМОНА ВИШИМШОН ТЕЛАВИВ. И теперь переведем. Шалом атам шумиум хадашот барадіо Коля-Изим. Здравствуйте, вы слушаете новости по радіо Голос-Коз. Нью-Йорк, город Соединенных Штатах. БАУМ ОРИДУ – это ДЕГЕЛЬ ЛЕХАЦИЯ ТОРЕН. В ООН, в Организации Объединенных Наций, приспустили флаг на половину флагштока, дословно. Почему нельзя было сказать просто приспустили? Потому что слово ОРИДУ в еврите – это опустили, убрали, сняли. То есть в данном случае его не убрали, флаг, а приспустили. Поэтому здесь добавлено ЛЕХАЦИЯ ТОРЕН на половину флагштока. ТОРЕН – это МАЧТА или флагшток. То есть на чем древко, на чем держится флаг. ЛЕЗЕХЕР НЕСИ ИРАН ИБРАГИМ РАИСИ. В память президента Ирана Ибраима Раиси. Я напомню, что президент Ирана погиб в авиакатастрофе. Подразумевается, что его вертолет потерпел крушение. МИСРАДА ХУЦ БИИСРАЭЛЬ ИГИВ. Министерство иностранных дел в Израиле отреагировало. БАУМ ЯРДУ МЯПАСИМ. В ООН и дословно здесь «сошли с рельсов». ЯРАД МЯПАСИМ – так можно о поезде сказать, если вдруг это случается. «Сошел с рельсов». ПАСИМ – это рельсы. Но по смыслу здесь имеется в виду, как «рехнулись», «поехали», «тронулись». Примерно так можно сказать. И я объясню, о чем идет речь. Президента Ирана Ибрагима Раиси многие иранцы называют «палачом из Тегерана», потому что он лично принимал участие в приговоры, выносил. Тысячи людей получили смертные приговоры, в том числе по политическим мотивам. И многие иранцы, которые проживают вне Ирана, открыто радовались его смерти. То есть этот человек и права человека – это разные вещи. И непонятно, почему в Организации Объединенных Наций таким образом отреагировали на его смерть. Такие почести ему дали. Это удивляет не только в Израиле многих, но и в других странах. Париж – это столица Франции. «Беарут Сахадашот Амру, Шесохена Мусад, Эликоптер, Араг, Этнеси Иран, Ибрагим Раиси». На новостном канале сказали, что агент Мусада, это израильская служба внешней разведки, «Эликоптер, имя и фамилия, убил президента Ирана Ибраима Раиси». То есть какой-то израильский блогер пошутил, что президент Ирана был убит агентом-эликоптером. Нам легко догадаться, что здесь «эликоптер», то есть вертолет на некоторых языках – это «эликоптер», и он «эликоптер». И эту новость подхватил довольно известный канал во Франции и сказал, что вот есть такая версия «Ахарках Баару Цамру, Шегем Тау». Потом, после этого дословно, на канале сказали, что они ошиблись. «Амстердам, столица Голландии, Нидерландов». «А парламент их лид, Шега Мира, Палестин Меанаар Леям и Криа Леалимут». Парламент принял решение, решил, что высказывание «Палестина от реки до моря» – это призыв к насилию. Я объясню, о чем идет речь. Сейчас проходят демонстрации антиизраильские, там кричат, что «Палестина от реки, имеется в виду от реки Ордан до моря», и, соответственно, Израилю там места нет. И в некоторых странах в Европе, и это не первая страна, где вот такие речевки признаны призывом к насилию. И, соответственно, те, кто будет кричать это, будут подвергаться, возможно, даже уголовному или административному преследованию. Слово «Алимут» – это насилие, «Алим» – это склонный к насилию. «Криа» – мы чувствуем здесь тот же корень, что в слове «Коре». «Коре» – это читает, или зовет, или призывает. То есть «Криа» – это может быть или чтение, или призыв. Тоже здесь может быть. «Димона» – это город в Израиле, на юге. И в этом городе находится ядерный реактор. Сейчас мы прочитаем, что там произошло. «Покаву Сигинес Хадаш» – здесь установили новый рекорд Гиннеса. 56 пенальти в игре на вылет между командами «Димона» и «Шимшан Телевив». И слово «плей-офф» – мы понимаем, что это не еврейское слово. Я перевел это как «на вылет». И в футболе, это бывает в кубковых матчах, или, как в данном случае, команды в Израиле есть в несколько лиг. То есть есть высшая лига, потом идет национальная лига, и вот после этого лига «Алев». И вот две команды из этой лиги, они играли на право подняться в национальную лигу. И основное время закончилось ничью, дополнительное время закончилось ничью. И вот по пенальти нужно было решить, какая из этих команд выиграет. И было рекордное число пенальти – 56. Есть и другие термины, как сказать на еврите «пенальти» – «бейтатуншин», и можно что-то еще добавить. Но слово «пендель» – явно не еврейское слово, но все знают и все им пользуются. Это пенальти, поэтому здесь в новостях я тоже выбрал этот вариант. Интересно так, что вот в «Димоне» вдруг во всем мире говорят о «Димоне», и пожелаем успеха городу. Спасибо! Я надеюсь, что это было интересно. С вами был Марк Литраут. До свидания!